Софья Максимовна, улыбаясь, немного растерянная, встречала гостей в прихожей. Поверить, что эта худенькая, приветливая, элегантная женщина разменяла уже четвертый год второго столетия, было невозможно. Желающих поздравить много. Чествование первыми, с букетом ярких пожеланий, поэтических, музыкальных, начали дети войны. Поздравляем вам, желаем здоровья, счастья, хорошего настроения, чтобы вы так цвели и были такими красивыми, как сейчас. Наша организация поздравляет вас с медалью 100-летием революции. Давайте похлопаем за медаль 100-летия. Эта медаль даже моложе вас. Когда мы в подъезде узнали, что Софье Максимовне исполняется 103 года, для многих это явилось огромным удивлением. Открытие явилось надеждой на то, что вот такая долгая, разная жизнь возможна. От всех нас, от всего подъезда, ну и от всех, кто Софью Максимовну знает, с уважением и поклоном. Примите. От всего сердца, от всей души я поздравляю с днем рождения, молодую, красивую женщину. Посмотрите, как светятся глаза, да? Далеко не у каждого 20-летнего так. Желаю тебе, чтобы ты оставалась такой же доброй, чтобы ты еще долго жила и радовалась жизни. Чтобы у тебя все в жизни сбывалось, чтобы ты не болела. И мы все тебя любим и желаем тебе счастья. Дай, мой дорогой. Расстроганная поздравлениями, Софья Максимовна, не слушая дочь, поднялась. Она так воспитана. Если уважаешь человека, встань перед ним. И потом она сибирячка, должна быть всегда в форме. 103 года – это очень много. Очень много и очень много. Я начала жизнь свою в алтайском городе Барауле. Все время библиотекарем, любила книги. У меня только всегда мечта была купить хорошую книгу. Так что вот такая жизнь. Ей хотелось рассказать новым друзьям всю свою жизнь. Вспомнить уроки родителей. Они были педагогами, учили главной в человеке порядочность и честность. Вспомнить своего любимого мужа, Михаила Ильича. Она в далеком 41-м провожала его на фронт, сражаться за Москву, а потом ждала все 4 года. Сразу после победы супруги по решению обкома партии поехали на Урал, в Озерск, строить город атомщиков. Жили там больше 30 лет. А потом приехали в Одинцово, нас пригласил сын. И мы теперь, значит, вот этой семьей и живем. У нас с ней как-то был разговор. Я ее спросила. Мама, скажи мне, пожалуйста, вот что тебе дают силы в жизни? Редко кто доживает до таких лет в здравом уме, в светлой памяти. И самое главное, человек такого оптимизма она. И она мне говорит, ты знаешь, я никогда ни о ком не говорила плохо. И я никогда никому не завидовала. В выходные дни Сонечка снова будет ждать гостей. Впереди декада пожилого человека. Она достанет свои бегуди, прихорошится для селфи. Галина Поликарпова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.